Она любит лето сильнее, чем любой другой человек. За поиском вдохновения готова отправиться куда угодно. Путешествует не только в Подмосковье и на Владимирщине, но и в странах Европы. Александра запоминает различные оттенки лета, цвета и краски, а зимой она начинает творить. Во Владимир привезла 31 живописную работу. В каждой частичка своего автопортрета. Лето в детстве гораздо больше. Три месяца каникулы. Ты можешь делать все, что хочешь. Я думаю, что каждое лето это возвращение в детство. Особенно если ты возвращаешься в это место, где ты родился, то это еще большее возвращение в детство. Выставка для Александры – повод показать своим родственникам и друзьям детства все то, что она создала в последние годы. Это одна из находок девушки – видео-арт. Год девушка проработала над созданием картины. Здесь изображены священные деревья в разных религиях и странах. Параллельно демонстрируется видеоряд с фотографиями и скульптурами первых людей. Все под звуковое сопровождение. И последняя инсталляция – лабиринт находок. Александра проработала каждую деталь. От расстановки ящиков с растущим овсом до оборудования помещения увлажнителем воздуха. Изюминка инсталляции – секрет в высокой траве, который должен отыскать зритель. Но самое интересное – инсталляция в конце работы выставки однозначно будет выглядеть не так, как в начале. Мне интересно то, что она живая. Что ты ее посадил, ты, конечно, за ней ухаживаешь, но она живет своей жизнью. И, собственно, вот эта вот жизнь работы, то, что живописную работу написал, она живет своей жизнью, но она все равно относительно статична по сравнению с живыми существами. Здесь очень интересно, как это будет потом. Летняя экспозиция московского художника, рожденной во Владимире, будет работать у нас до 25 марта. Создатель пообещала стать частым гостем в центре ИЗО, чтобы успеть пообщаться с владимирскими зрителями. Садан Барашков, Артем Карпов, Телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова